7 класс, 30 серия. Функция. Давайте рассмотрим понятие функции на примере формулы пути. Пройденный путь – это скорость, умноженная на время. Допустим, скорость 60 км в час. Тогда пройденный путь можно определить по этой формуле. 60 умножить на t. t – это время. Значения s, пройденный путь, зависят от выбора значений t. t – это независимая переменная. Например, 2 часа или 3 часа. Независимая переменная. А s – зависимая переменная или функция. Зависимость переменной s от t называют функциональной зависимостью. Итак, t – независимая переменная, s – зависимая или функция. Функция может быть задана различными способами – формулой, таблицей или графиком. Давайте рассмотрим график функциональной зависимости. График функции s равняется 60t. t – время. Если t, принимая значение 1, 1 час, то пройденный путь – 60 км. Если t равно 2 часа, пройденный путь – 120 км. Ну, а, допустим, t – 5 часов. Пройденный путь тоже можно определить по графику. Значит, это будет 300 км. Это график движения. Первая задача. Функция задана формулой. y равен 5х плюс 2. Найдите значение х, при котором значение функции равно 37. То есть надо решить уравнение. 5х плюс 2 равняется 37. То есть значение функции равно 37. Значит, 5х – это будет 37 минус 2, то есть 35. А х в 5 раз меньше. Значит, х равен… 35 разделить на 5. х равен 7. Вот. Это ответ. Вторая задача. Выразите из формулы… Вот формула дается. y равен минус 3х плюс 7. Надо выразить переменную х через у. Так. Минус 3х плюс 7 – это у. Теперь переносим это слагаемое слева направо. Получается, минус 3х равняется у минус 7. Можно домножить обе части на минус 1. Получится, 3х равняется 7 минус у. Ну и осталось разделить на 3 обе части. И получается ответ х равен… В скобках 7 минус у. И вот значение этой разности надо разделить на 3. Вот выразили х через у. Третья задача. Дана функция у равен х квадрат минус 3х плюс 1. Принадлежит ли графику этой функции точка с координатами 2, 1? Первая координата – это координата по х по оси абсцисс. Вторая координата по оси у по оси ординат. Как проверить, принадлежит ли эта точка графику функции? Надо значение х, вот первую координату, подставить формулу вместо х, найти значение этого выражения и посмотреть, получится 1 или нет. Если значение при х, равном 2, получится равным у равен 1, значит, точка принадлежит графику функции. А если получится какое-то другое значение, значит, не принадлежит. Итак, подставляем. Значит, 2 в квадрате минус 3 умножить на 2 плюс 1. Находим значение этого выражения. Значение выражения получается минус 1. Значит, эта точка не принадлежит графику функции.